Спонсор выпуска компьютерный интернет-магазин E2E4 E2E4Online.ru Огромный выбор товаров по доступным ценам с доставкой по всей России E2E4Online.ru Ссылка есть в описании Всем привет, с вами Максим, и это канал Хороший Выбор Герои нашего сегодняшнего выпуска это монитор фирмы AOC По крайней мере, так оно должно, кажется, произноситься Я всегда его называл не иначе, как АОК Не уверен, что это правильно, но тем не менее Моделька G2460PG Это один из самых технологически укомплектованных мониторов на сегодняшний день 24 дюймов, Full HD разрешение, TN матрица На самом деле она не так уж и плоха, но об этом чуть позже 1 мс отклик, частота разверстки 144 Гц Есть поддержка технологии NVIDIA G-Sync и затворное 3D То есть, чтобы оно работало, вам понадобятся активные очки Единственное, чего в этом мониторе нету, так это колонок Сюда даже USB-хаб встроили 4 порта, 2 из них это USB 3.0, оставшиеся 2 USB 2.0 Один из которых еще поддерживает технологию ускоренной зарядки Подставку монитора на все случаи жизни Регулируется высота, наклон, монитор можно развернуть в портретное положение Плюс здесь поворотная площадка, так что монитор вращается вокруг своей оси без каких-либо проблем Но если вам и этого мало, то монитор можно установить на кронштейн или на мониторный отдельный держатель В общем, здесь есть место для стандартного веса крепления Ну что ж, вроде как наступил момент, когда я обычно ругаю ТН-матрицы Но не в этот раз И не потому, что я устал это делать, хотя поэтому тоже, но не только Здесь стоит очень и очень неплохая ТН-матрица Хотя ей еще и подыгрывают сами габариты монитора Все-таки 24 дюйма, не 27 На 27 было бы, наверное, больше заметно искажений и все такое Но при 24, да с этой матрицей, мне понравились углы обзора Сейчас я попробую это продемонстрировать Нет, я прекрасно понимаю, что это ТН-матрица И недостатки у нее есть Но горизонтальные углы обзора, ну просто, просто великолепные С вертикальными чуть хуже И да, вертикальные становятся горизонтальными Если мы повернем монитор в портретный режим Все еще терпимо Результат лучше, чем, наверное, у 95% ТН-матриц Единственное, что здесь выдает ТН-составляющая Это розовый налет, если мы будем отклоняться по вертикали И то, что присуще, опять-таки, всем ТН-ам Это разница в яркости вверху и внизу монитора То есть текст внизу страницы будет светлее, чем наверху Ну или наоборот Но нужно сказать, что в данном случае это очень-очень-очень слабо заметно И, наверное, это первая ТН-матрица, которой я бы сам согласился Ежедневно пользоваться, не испытывая при этом каких-то адских мучений Я даже смонтировал один выпуск, пользуясь этим монитором И, естественно, там делал небольшую цветокоррекцию И никаких неудобств не испытывал Хотя мне показалось, что у монитора чуть-чуть завышенная контрастность Но это, опять-таки, совсем чуть-чуть И то это заметно, если вы постоянно занимаетесь какой-то видеопродукцией Или фотодизайном, ну чем-то таким очень точным Для бытовых нужд, то есть просто смонтировать какой-то ролик Это вообще никак не скажется и в глаза бросаться не будет В играх результат отличный Отличная контрастность, отличная цветопередача Цвета достаточно сочные, при этом не переконтращенные Плюс хорошая ТН-матрица, ну и плюс еще, да, габариты 24 дюйма В поле зрения картинка никак не искажается И это очень важно Это первый ТН-монитор, о котором я это говорю То есть можно сидеть как вам удобно Можно там чуть-чуть изменить позу, развалиться на стуле Или наоборот собраться Или еще что-то И все это никак не будет сказываться Обычно, когда я тестировал ТН-монитор И сталкивался с тем, что стоит на миллиметр подвинуться И все, картинка в кашу Все черно-белое И вообще ужас творится Нет, с этим монитором такого не происходит Да, это первый ТН-моник в истории канала Который я не ругаю за его матрицу Сейчас пару слов о меню и настройках И потом перейдем к минусам Итак, меню Довольно простое Лазить вы туда часто не будете, скорее всего Расположение кнопок удобное Подписанное Не нужно лезть под монитор В общем-то и надеяться на интуицию Все видно, все довольно удобно Единственное, что настроек не так много В нашем распоряжении, по сути, три предустановленных режима Гамма Ползунок яркости И ползунок контрастности Ну и выбор оттенка Теплый, холодный, пользовательский Ну и в остальном, в общем-то, все Можно поменять язык Ну и так, по мелочи Из заметных функций Две настройки NVIDIA Ultra Low Motion Blur Настройка предназначена для того, чтобы снизить Блюр-эффект на мониторе Во время активных сцен И чего-то такого Но очень сильно сказывается на яркости То есть съедает от 70-ти Тут там 90% яркости может быть В общем, довольно спорная технология Но она есть И есть возможность некого разгона матрицы Так называемый овердрайв Но при одной миллисекунде отклика Я не знаю, зачем эта функция нужна Визуально никаких отличий я не увидел Но, возможно, эта функция нужна просто, чтобы удешивать Заядлых оверклокеров А, еще в меню есть получитерская возможность Включить прицел Почему читерская, я думаю, объяснять не нужно Можно с кемперок стрелять, не прицеливаясь Ну и прочие безбашенные вещи творить Почему полу? Потому что размер прицела не настраивается То есть есть какие-то 6 предустановленных вариантов Но они все одинаково громадные Ну, наверное, это лучше, чем совсем ничего Но, с другой стороны, и пользы от них немного Они больше обзор загораживают Чем действительно какое-то преимущество дают Ну, в общем, такая возможность есть Ну что ж, теперь минусы Про G-Sync и FreeSync я все еще надеюсь как-нибудь сделать отдельный выпуск Поэтому оставим это пока за рамками Но, как и все мониторы с G-Sync, этот монитор страдает наличием всего лишь одного разъема И это DisplayPort То есть ни DIVA, ни VGA, ничего Один-единственный DisplayPort Да, к чести производителя нужно сказать, что DisplayPort кабель идет в комплекте Никаких вам извращений с VGA По большому счету ничего страшного Но вот если на вашей видеокарте нету дисплей-порта Или полноразмерного дисплей-порта То придется повозиться с переходниками Проблема, конечно, небольшая Но вот в нашем городе найти что-то, связанное с дисплей-портом Какие-то переходники на мини-дисплей-порт или на HDMI Крайне сложно И легче заказать с другого города или там с какого-нибудь EBA В общем, просто имейте этот момент в виду Ну и, на мой взгляд, поддержка 3D То есть, да, я понимаю, что кому-то именно эта функция нужна И для кого-то именно она и интересна Но я был бы только рад, если бы этот монитор был без поддержки 3D И был бы дешевле так на пару-тройку тысяч Кстати говоря, его цена от 15 до 18 тысяч рублей Вот эти последние два пункта однозначно к минусам отнести нельзя Все-таки за эту цену мы получаем крайне укомплектованное Всеми возможными технологиями устройства Ну, мониторными технологиями И да, я еще забыл сказать, что здесь матовое покрытие Опять-таки, на мой взгляд, это огромный плюс для монитора Хотя также есть огромная армия фанатов, любителей глянца Ну, ладно Монитор мне понравился Ничего с этим поделать не могу Отличная цветопередача, отличные углы обзора Несмотря на то, что TN-матрица со мной такого еще не случалось Чтобы я TN-ы хвалил Ну и также я ничего не смогу поделать с тем, что мне его нужно будет вернуть И вскоре он попадет на обзор еще кому-то Ладно, на этом давайте закончим Я пойду немного погрущу Подумаю о смысле жизни И о смысле TN-мониторов в наши дни Вы пока подпишитесь на канал Расскажите о нем друзьям Если вам здесь нравится Загляните в описание Там ссылки на инстаграм, форум, группу вконтакте Посмотрите, какая там движуха идет Ну и увидимся в новых выпусках Пока! Субтитры сделал DimaTorzok